Соглашение Еврокомиссии по зерну и удары по Умане и Днепру. Новости за 28 апреля. В пятницу, 28 апреля, российские войска, нанесли ракетные удары по Днепру и Умане, а Еврокомиссия договорилась со странами ЕС по украинскому зерну. Детальнее о том, что произошло вчера, в материале РБК «Украина». Война РФ против Украины украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 189 460 оккупантов. Аналитики АСВ отмечают, что оккупанты укрепляют оборону на запорожском направлении в ожидании контрнаступления ВСУ. В Киев прибыли президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чепутова так, украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с новым президентом Чехии Петром Павелом и со словацким президентом Зузаной Чепутовой. При этом Украина и Чехия договорились о совместном производстве оружия и боеприпасов. Россияне ударили ракетами по жилому дому в Умане российские войска, ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умане Черкасской области. По последним данным, в результате обстрела погибли 23 человека, среди которых четверо детей. Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепровской областив, в результате ракетного удара россиян по Днепру погибли молодая женщина и трехлетний ребенок. При этом на месте возник масштабный пожар. Российские войска нанесли удар по объекту энергетики, в Донецкой области во время массированного обстрела, который Россия совершила 28 апреля, было зафиксировано попадание, в один из объектов генерации электроэнергии в Донецкой области. Враг совершил артиллерийский обстрел, в результате которого было частично повреждено оборудование, сообщили в Министерстве энергетики Украины. Министр обороны Германии назвал сроки поставки, Украине 80 танков Лепорт-1. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, поставки 80 основных боевых танков Лепорт-1 в Украину, начнутся в середине 2023 года. На этой неделе началась подготовка, более сотни украинских военных. Он напомнил, что в марте Германия доставила в Украину, 18 современных Лепорт-2А-6, и 40 боевых машин пехоты Мардер, а также другие пакеты помощи, включающие срочно необходимые запчасти и боеприпасы. Нашли решение. Еврокомиссия договорилась со странами ЕС по украинскому зерну Еврокомиссия, введет запрет на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Следует отметить, что запрет на импорт этих товаров, составляет 90% всего импорта из Украины. Она вступит в силу 6 июня, когда закончится нынешний режим беспошлиной торговли с Украиной. В то же время страны-члены ЕС отменяют одностороннюю блокаду. Украина получила от Дании, артиллерийские установки СИЗР министра обороны, Алексей Резников заявил, что Украина получила от Дании, самоходные артиллерийские установки СИЗР, и они уже стали на боевое дежурство. Хочу вам похвастаться, заехали первые Цезарь в Украину, заявил Резников. Он пояснил, что речь идет о САУ французского производства, полученных от Дании. Путин решил лишать гражданства РФ, за дискредитацию армии российский диктатор Владимир Путин, подписал закон о гражданстве РФ. Он предусматривает лишение приобретенного гражданства, за дискредитацию российской армии и совершение действий, создающих угрозу стране. Украина получила от США, более 1 миллиарда долларов грантовой помощи в госбюджет Украины, поступили грантовые средства, в размере 1,25 миллиарда долларов от США. Финансирование предоставлено, через целевой фонд Всемирного банка, в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта, поддержка государственных расходов по обеспечению, устойчивого государственного управления в Украине. США передали Украине, датчики радиации для обнаружения ядерных взрывов, НИД-группа поддержки ядерных аварий, управляемая агентством безопасности, работает с Украиной над развертыванием радиационных датчиков, обучением персонала, мониторингом данных и предупреждением о смертельном излучении. Издание пишет, что сеть атомных датчиков разворачивается по всему региону, и будет иметь возможность охарактеризовать размер, местонахождение и последствия любого ядерного взрыва. Развернутые датчики, не дадут РФ нанести ядерный удар по Украине, и остаться непричастными. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.